Я рад приветствовать всех на своем канале. В общем, сегодня будет очередная поездка по городскому округу Мытищи, так как появились дела, и вы посмотрите очередное видео. Итак, в общем, сегодня будет очередная поездка по городскому округу Мытищи. Сейчас я еду по Мкаду и скоро поверну на Алтынинское шоссе в сторону области. Поселок Вешки. Новые Вешки, некоторые еще говорят Вешки. Здесь будет съезд. Первый съезд будет в центр, а второй будет в область. Сейчас развязка ремонтируется, реконструкция будет завершена в следующем году. Может, там еще до конца этого года можно открыть. Но вообще, стопы работы по реконструкции развязок на Мкаде завершатся уже в следующем году. Даже удивление, что все более-менее едет. Хотя суббота в первый день. 21 октября 2023 года. Так, в общем, я еду прямо. Тут съезд в центр пошел. Еще некоторые, ну, непонятно ехать. Тут пока по-старому клеверная развязка. Ну, как видно, что еще работы идут. И ближайший месяц, даже два-три месяца, это точно не откроют. Тут такие сложные условия. Ну, тем более, эту дорогу я еще и не снимал. Ни разу не ездил. Сколько я по мытищам катался. Там разные дела появлялись. Но именно на этом маршрут я не снимал. То есть идет до Сташковского шоссе. Деревна Ховрина в конце будет. Килотров 7 осталось по маленькой дорожке. Да-да. Алтуфьское шоссе идет в сторону области. Там-то широкое шоссе. Ну, по четыре полосы в каждом направлении. Выдлинки там, конечно, есть. То есть я ездил по этой магистрали. В апреле 2021 года записывал. И вот так. Тут, скорее всего, плотно на съезд. Поэтому, как только я выйду на Алтуфьское шоссе, я продолжу. Там еще одна эстакада виднеется. Но поедет это все, скорее всего, через полгода. Вот такой съезд. Я думаю, тут, в общем, все кардинально не изменится. Не все петли уберут. А может быть, вообще, знают, как есть. Появятся просто дополнительные съезды в виде эстакад. Так, в общем, движение продолжается. Не так тут просто выехать, как раньше было. И теперь левый ряд уходит просто на МКАД. Потому что там светофор. Но это временный выезд. На МКАД в сторону Дмитровского и Ленинградского шоссе. Скоро, надеюсь, ситуация изменится. Так, после МКАДа тут пробок быть не должно. Потому что сама дорога, она достаточно свободная. Там есть еще крупный торговый центр. Лядом Весна, Шаналтуфьева. Сейчас я все это дело проеду. И можно будет поехать побыстрее. Ну, здесь раньше был съезд нам КАД в запад в сторону Дмитровки и Ленинградки. До 2021 года такая схема была. Теперь из реконструкции этот съезд закрыли. И приходится теперь тут ждать светофор. Как левый ряд, он просто стоит, чтобы выехать на МКАД. На внешнюю сторону. Это даже такое не очень состояние дороги. А сейчас стрелка будет. Дальше, на самом деле, все едет. Правее уйдет. Последний момент решил поехать. А дальше я еще не ездил ни разу. Клянусь. Здесь не было у меня там ничего такого. Здесь еще есть возможности, чтобы выехать. КАД так правее приходится перестраивать. Тут левый ряд только налево. Москва заканчивается. Начинается городской округ Мытищи. Нагорная 4,2. Челобитево еще рядом будет. И Лешки. Также впереди будет пересечение с Челобитевским и Липкинским шоссе. Я снимал. Дороги так вот направо. Резко тоже собрался. Дальше все свободно будет в октябре 2021 года. Несколько видео у меня есть. Парк Алдуфьево еще был рядом. Перед Новым годом я его снимал. Был там в декабре прошлого года. Вот во что переходит Алдуфьевское шоссе за МКАДом. Встретит еще один светофол. Здесь, в принципе, препятствия на дороге. Да, то есть дорога двухполосная. Больше она расширяться не будет. У нас выживаешь после МКАД и все. Ну и общая длина Алдуфьевского шоссе составляет в районе 14 километров. Начинается оно уже после третьего здравственного кольца. Очень прилично уделено начало. Вот Патарижская улица МКАД и Комдива Орлова. Там Када 7,5 километров. Ну и дальше здесь еще километров шесть видео пресечения с Челопитевским и Липкинским шоссе. Можно приехать к Дмитровскому и Косташковскому шоссе, а также микрорайон Нагорное, где появляются новые жилые комплексы. Все тут окрестности входят в городской округ Мэтищи. Кстати, Мэтищи обогнали Химки по населению с последние три года. Город достаточно крупный. Там регулярные пробки. На прошлом видео было видно. До этого пробежал почти месяц назад по основным улицам. Сейчас я удален от города. Но все равно движение тут есть. Я здесь не один, несмотря на окрестности. Хорошая погода, солнечная. Где прохладно, но нехорошо, потому что за последнюю неделю все время было сыро. Солнца практически не было. Это Вешки, где я приехал. Тут доунхаусы есть. Такой, в общем, коттеджный поселок. Красиво. Такое. Может быть, не будет видно, но скоро закат солнца. Вешки-2, Вешкин. Ну, кто как, короче. Это не так можно. Ну, тут уже появляется инфраструктура. Потому что сразу после МКАДа там есть отрезок, где вообще ничего нет. Только леса. Здесь хоть какой-то жилой массив присутствует. Рядом. Движение продолжается по главной дороге. То есть, это километра через три будет выезд на Осташковское шоссе. Движение там будет, возможно, в сторону Москвы. Но там можно будет съехать. Просто там будет въезд в Мытищи. Потому что у меня до самого МКАДа не надо. С самого города Мытищи уже меньше десяти километров осталось. Прямо до жилой зоны, до новостроек. Вот такие, в общем, споредные дороги. Не все. Я еще на территории Утищи показал. Со временем буду показывать. Трудоем был. Речка или пруд. Красиво было. Ну, такие места, они тоже хорошие. Здесь есть свои плюсы, додных от городской суеты, от мегаполисов. Налево можно повернуть. Там тупик будет. Там же улица. Самого поселка. Соответственно, быстро здесь тоже. Резогнаться невозможно. Так как жилая зона присутствует. Сейчас движение пойдет направо по главной дороге. Ну, прежнее название Алтурского шоссе, особенно на территории Москвы, это шоссе в Богао. Устроится еще микрорайон. Там четыре района на северо-востоке Москвы. Отрадный, Алдухевский, Биберево и Леонозово. Ну, и станции метро МЦК, расположенные близко к нему, Младыкино и Алдухево. Отрадные с Биберево, конечно, удалены. Ну, и в ближайший год откроют две дороги, которые соединяют Дмитровское и Алдухевское шоссе. Это путепровод, который соединяет улицу 23 Москвы с Инженерной улицы и дорогу от Дубницкой улицы до улицы Хачатуряна. Там улучшит доступность. Ну, это как раз деревня Ховрино, Санте-Опушка. Деревня Ховрино, значит, скоро уже будет выезд на Осташку. Видео Осташки у меня тоже есть позапрошлую осенью, октябрь 21-го года. Осташкинскую развязку с КАДом в прошлом году отремонтировали, и я тоже это показывал. Ну, даже два этапа было. Сначала там половину открыли, потом вторую половину. Это в течение прошлого года было выбудено. Ну, как видно, застройка доходит и сюда. Я успел проехать, там был достаточно крупный микрорайон. Ну, я думаю, таких как новостроек не будет, но такие дом-хаусы могут появиться там трех-четырехэтажные. В пяти. В самом Алтуфьевском шоссе, в принципе, в Москве ничего особо не меняется. Но ближайшие изменения, может быть, это развязка с КАДом. Так, само шоссе ремонтировать не планируют. Там стакан какие-то тоннели строить. Таких планов пока нет. Ну, и еще совсем недавно тут все было. Мытищинский район был. Теперь районов в Москве нет. Городские округа и городовозного причинения. Главная дорога. Движение еще идет. Сейчас поворачиваем направо. В общем, красивые виды в солнечный день. Да, такой поворот дорога делает. Но впереди уже видны мытищи. Но сразу в них не попадешь. Пусть пересечь на Ташкорское шоссе будет нельзя. Да, места здесь достаточно много. Валентино. Церковь. Красивая. Потому что даже такой комплекс. Ташкорское шоссе будет 2-я проехал. Ну, входит городскую группу. Мытищи. Так, ну, трассу уже видно. Вот. Куда можно приехать по Алтуевскому шоссе, если бы то уже движение после МКАДа. Потому что большая часть, конечно, не уезжает на МКАД. Там вообще пробки образуются из реконструкции развязки. Дальше мало кто видит, но только жители этих съемных пунктов. Конец Алтуевского шоссе. Выезд на Осташкорское шоссе в сторону Москвы. И тут еще можно попасть в мытищи. Я снимал, кстати, в обратную сторону. То есть от Волковского шоссе до Пирогова и до дороги, в которой можно приехать к Дмитровке. Так что на дорогу тоже я показываю. Это Ванасовское шоссе, где скоро пойдет мытищинская. Хорда. Ну что ж, в общем, вот так вот. Очередное видео из бытищ на моем канале. Всем огромное спасибо за просмотр. Сегодня это все. Надеюсь, до конца октября мы еще увидимся.